Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Это совместно прочитано, вот и минул. Последний месяц... Привет. Первый месяц последнего... Последнего года. Какого последнего? 16-го года. Ну и традиционно совместно прочитано. Это самый месяц. Два любимчика наших. Самый-самый. Это Окуина Семёнова, Окуина. Именно История российского государства. Третий том. От Ивана Третьего до Бориса Гуднова. На самом деле, до его сына Фёдора, но, видимо, Борис Гуднов как-то громче звучит и знакомее, чем его. И Семёнова в Сарцистое с Разумовским. Чёрная звезда. Ну, что, начинали, наверное... Ну, Окуни, наконец-то. Он был первый. Да. Ну, что я могу сказать? Вы всё знаете. Окуни взялся за стяжки и труд приписать... Что с ним уже поговорил? Оговорилось. А смысл? Прикольно. Как так говорили, да? Заново показать людям историю России всю, подноготную прям, вот, заинтересовать, переманить, так сказать, тех, кто ещё не заинтересовался этой самой историей. И, на самом деле, вот, хочу отдать должное ему. Удаётся ему успех. Причём, если некоторые историки всё-таки грешат каким-то вот тягой, предпочтить что-то сенсационное... Домысливание. Тягой к лизоблюдству, да, тягой к домысливанию, то вот уж Окуни расстарался сделать... Вот его книги, эти тома, они настолько объективны, насколько это вообще возможно. Тут есть и, кстати, генеалогическое древо на заднем форзаце, и вообще иллюстрации, автографы царей, главные даты государства на переднем форзаце. То есть всё прекрасно, при том он начал рассматривать тот период истории, с которым я знакома. Не понаслышке, и ни одной ошибки я у него не обнаружила. Я, конечно, не историю профессиональной, но тем не менее. В качестве любителя я у него не обнаружила грех. Давай, молви своё увлечение. Ну что, конечно, можно сказать, это счастье, дочка, для нас. В этом истинное счастье. Это вот в бумажном варианте прочитать два любимых автора, самых два любимых автора. Да, да, сам читаем. Поэтому, конечно, вот в этом январе вот нам и выдались вот эти счастливые мгновения, когда мы с удовольствием читали того же Окунина, ну или потом Семёнову. И, казалось бы, общеизвестные факты, как бы и в старых учебниках, когда я ещё училась, они называются. Ну что-то выпячивается, что-то замалчивается, или скользь упоминается. И вот правильно ты сказала, что настолько он старается объективно, хотя источников-то, можно сказать, сгульки нос. И он прямо оговаривается, ссылаясь на зарубежных авторов, которые после того же Гербертштейна, которые посол посещали Россию, Московию в те времена, во времена Иоанна III, Иоанна IV, Грозного и так далее. И мне очень понравилось, и стиль изложений понравился его, потому что, как бы, зачин эпоха, когда вступает, например, Иоанн III, потом Иоанн IV, потом по разделам всё оценивается, по поступкам, будем так говорить, что он унаследовал и что он потом делал, насколько это возможно. Очень интересно, так сказать, следующий раздел – это личность, конечно. Что самое интересное – это личность того или иного, так сказать, великого князя или царя, будем так говорить, вот насколько это возможно тоже, и из зарубежных источников, и из тех, кто весьма скудный. Нет, ты что рассказываешь, я читала. Ну да, вот. И итог, вот в главе положим, вот Иоанн III. Ты опять не рассказываешь. Эпоха заканчивается, просто кому мне, ну, обращаясь ко всем. И итог, весьма немногословный. Тынь, 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 тынь. Не так понравился итог. Да. Вот это, вот это, чем, так сказать, слайд? Мах персик. Что приобрёл, что построил, что потерял, чем поразил, или вообще никак, никуда, ничего, как Фёдор, например. Хотя, в принципе, о нём замалчивалось всегда в учебниках, но он-то правил, как бы, тоже неплохо. Будем так говорить, стабильность такая, без всяких этих всплесков, падений. А так это ровненько. Тынь, 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 тынь. Ну, сильно поразило, конечно, причина. Конечно, мы наслышаны, мы знаем. Что там разница? Мы с тобой Жукова читали. Ну, это да. И Жданов. И все время жили в фильме. Жданов. И тем не менее, вот здесь вот настолько выпукло, так сказать, вот этот разгул. Не случайно Кунин сравнивает Ивана Грозного со Сталиным. То есть один в один. И это маниакальность. А не только он сравнивает. Да. Вообще не только он один сравнивает. Реинкарнация драма. Да. Да, и времена. То есть история повторяется. Сезерал мне прям сняла. История повторяется дважды, как говорили, мудрейше. Один раз, значит, как драма, следующий как фарса. Поэтому та же причина, те же геноциды россиян, советские граждане. Уничтожение семьями. Да, просто под корень. И бояры. Какие-то там проступки, которых... Которых и не было. Домыслы. Сидишь и думаешь, что? Да. Доносы галимы. И это поощрялось. Да, безусловно. Поэтому вот все вот так. Ну и последнее, что поразило, это, конечно, Борис Годунов. Мы помним, так сказать, драму Пушкина, так сказать. Мальчики кровавого глаза. То есть не поразило, я все это знала, но заново познакомился со своими старыми эмоциями. И опять же, оценка не настолько... Все привыкли его считать убийцей, потому что какие-то смерти постоянно случались, такие внезапные. Ну ему также приписывают. Ну, Дмитрий Царевич, это понятно. И поэтому, а был ли мальчик, было ли убийство, и он ли в том виноват. Или может быть здесь вот все вот так вот, как раньше крестьяне-то, и те, да, это же вот на местах жаглоеда такие, сякие, разы такие. А он-то ничего не едает, тот же Сталин, где же ему до всем доглядеть-то. Вот творится произвол-то всякий. А идет на смерть за Родину, за Сталина, и вот хайжевые века. И поэтому вот эта глава большая, Борис Игноя, меня просто поразила. Она вот, все, что можно было выцепить... Сына жалко. Жалко сына. Жалко птичку, конечно. Поэтому, конечно, неимоверно удовольствие. И жену птичке тоже жалко. И жену тоже жалко. Ай-яй-яй. И ребенка, короче, все жалко. Ну что, как говорится, стоишь в власти или стоишь... Сейчас начну слуг перечислять. Стоишь в власти или стоишь в больших денег, значит, стоишь в смерти. Всегда найдутся... Ближе к царю, ближе к смерти. Ну да. Всегда найдутся... Как я рада, что мы в Сибири живем. Ну да, более-менее. Более-менее относительно. Нас как-то миновали все эти ветры враждебные, которые веяли. Ну вот поэтому чего уж тут, чего уж тут удовольствие неимоверное. Ну и Семенова с Узумовским, с Феликсом, «Черная звезда». Такое вот очередное псевдо-славянское... Мне не нравится слово «псевдо». Вроде славянского что-то такого здесь происходит. Есть легенда, я Майя не говорила уже, она, оказывается, не знала, значит, что в Жире были когда-то светлые боги, и однажды рухнула с неба звезда, и проделала огромную, значит, котлова, наверное, это можно назвать. И наступила после этого вечная зима, и вместе с этой звездой, короче, темные боги прилетели. И вот, кстати, считается уже у славян, что кузнец чуть ли не цветой, потому что железо, металл, он изгоняет всё нечистое, а ведь самый первый человек, который манул богов, откуда пошло-то, он был кузнецом. Ну и вот, здесь какое-то созвучие есть с этой легендой, тоже падает звезда, собственно, название книги «Черная звезда», и последствия по губительной, губительнейшей. Главный герой укрывается в сводах пещеры, обнаруживая там мир, так сказать, нечисти. Подземный мир, будем так говорить. Ну, это грубо говоря, но да, пожалуй, подходит. Ну и там случаются с ними всякие приключения, причём, я считаю, это книги должно быть продолжение, потому что... Обрывается так неожиданно. Обрывается очень неожиданно, прям сюрприз-сюрприз, и при всей любви Семёновой к открытым концовкам, это слишком открытая концовка. Давай твоя лестница. Ну, конечно, это удивительно, как и всё, что Семёнова пишет. Это, конечно, немножко не то, что волкодав, но созвучно, то есть племена, вот эти там, белки, вот все эти тотемы, тех племён этих, пятых, десятых. Просто новая вот эта трактовка, то есть это всемирная катастрофа. Всё разрушается, всё разрушено, горело. Но на этом центре это не делается, то есть... Мёртвое кругом. Это просто как часть сюжета, это не в центре этой ситуации. Но тем не менее, последствия каковы, что их густочка так, кстати, оказалась. И вот эта вот рептолоидная или как и хриптоидная раса с этими вертикальными зрачками, они имеют под собой и, можно сказать, даже научную основу, потому что наши современники встречали вот этих хриптоидов, то есть внешний вид у них как... Доконисты, ящерские такие. Почему нет? Нет. Вот именно... А где ты о них прочитала? Раса серых. А где ты тогда о них прочитала? Ну а есть в газетках, в книжках об этом и пишут? Пишут, потому что всё дробится. Мы имеем в виду, что многомирие, масса, значит, миров, наш один из миллионов, вот и всё. А кто там где-то в других, вот проникает к нам в мир? Особи, так сказать, вполне материальные, но которых никак... Ну ладно, проникает, проникает, проникает. Не оценивается, да. Возьмите ту, ту же Чупакабру или там бог знает ещё кого, да и драконы, говорят, ещё в средние века существовали. Драконы само собой. Ну да. Всё-таки дожили у них 65 миллионов лет. Тоже была вроде катастрофа, вот типа, которая описана. Ну интересно, конечно, очень интересно описано это всё. Другие нравы, противоборцы, так сказать, злых, добрых вот этих вот... Ну в любой книге есть противоборцы. Безусловно. Ну интересно, просто сам сюжет, совсем иной, новый, можно так сказать. Мы-то не знаем, что у нас там под землёй. В космос то летим, а мы не знаем даже где ядро, что там такое мантия и какова. Мы знаем, где ядро. Внутри. А что там внутри, может там... А уже знаем, что там внутри. Это... Ничего мы не знаем. Знаем. Нет еще. Там, может, колёная хрень. Ну, лава прорывается, да, из таких глубинных чего. А может, там тоже мир. То есть он описывает, она вот, солнца нет, есть какая-то красная зезда. Ну, какой-нибудь обнеустойки, саламандра, я не знаю. Ничего подобного. Возможно, там... Откуда ты знаешь, что там была? Не была. Ну вот. А почему говоришь ничего подобного? Всё может быть. Может быть, и там есть иное. Ну, очень интересно читается, просто захватывающе. Я за один день прям проглотила. Проглотила. Побольше, по-моему, два лет... Подожди, сейчас историю чтения посмотрю. Где ты? Где ты? Два дня. С 14 по 16. Ну, это для тебя рекорд. Ты меня не позорь. Я имею в виду... Ты меня при Людмине не позорь. Кромчево, с выписками, нет бук занести, там, то, сё, пятое, десятое. Где? Ну, нет. Ну, окуни на особенном. А, ну, окуни. Ну, да. Поэтому, конечно, это занимает время. Типа, иная работа есть. Я там могу всё бросить, да и читать себе с миром. Ну, да. Накормила детей уже, гуляй, иди. Всё остальное. Что ты меня позоришь, как будто я сама вот прям не ем. Почему не ешь? Ты мне прямо вот... К счастью, ты сама ешь. Нет, я говорю одна. И всё, а потом всё остальное подождёт. Это гораздо интереснее. Ну, и всё. Окошко погладить. Поиграть. Это так. С метаной накормить. Можно читать. Читать и играть. А. Такое... Что больше здесь скажешь? Опять же, ещё одно удовольствие. Счастливого удовольствия. Таковы были книжки, мы очень довольны. Мы вообще январём очень довольны вот этими прям... Мы всегда ждём с нетерпением этих своих любимых авторов новых произведений. И как только... Ой, 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 скорее, скорее. Да. Так что, да, на этом всё. Мы с вами обращаемся. До скорых книг. Всех благ. До свидания. До свидания.